МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Смотрите прямо сейчас. Вопросы по существу. Глава округа провел встречу с жителями поселка Зеленоградский. Предупредить проще. Установка газоанализатора может спасти жизнь и имущество. Прощай, милая школа. Выпускникам вручили аттестаты. Диалог двух времен. В Муранове состоялась первая выставка в рамках проекта арт-усадьба. Об этом и многом другом прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Максим Красноцветов продолжает проводить встречи с жителями. Теперь настала очередь поселка Зеленоградский. Вопросов было много, глава выслушал всех и дал на каждый из них ответ. Среди основных тем строительство школы и детского садика и восстановление качественного водоснабжения в домах. Подробности у Евгении Коломеец. Встречи главы округа с населением продолжаются. В среду Максим Красноцветов пообщался с жителями поселка Зеленоградский. Из самых острых тем проблема с водоснабжением около 40 домов на улице МВТ. Это в районе платформы 43-й километр. ВЗУ находится сейчас в плачевном состоянии. Оборудование изношено, бывший подрядчик банкрот, а на баланс брать водозаборный узел никто не хочет. Глава в курсе ситуации, на объекте он был. И на сегодняшний день уже есть решение этой проблемы. У конкурсного управляющего из банкротной массы выкупаем все имущество, которое на сегодняшний момент обеспечивает данный микрорайон водой. И за счет, опять же, органа местного самоуправления обеспечиваем нормальную, безаварийную эксплуатацию этого имущества. После того, как выкупят в ЗУ, заменят насосное оборудование, установят систему автоматики и проведут необходимые строительные работы. Все это сделать планируют в ближайшие 3-4 месяца. После администрация передаст в эксплуатацию объект либо водоканалу, либо ресурсоснабжающий организации крыша. Проблема с водой есть и на улице Шоссейной. В пятиэтажках постоянно отключают горячую воду. Либо она довольно часто течет ржавая и слабый напор. Дома присоединены к старой котельной. Ее эксплуатирует «Газпромтеплоэнерго». Ремонт сетей проводят постоянно. Если переключать ВАЗ на новую котельную, на сегодняшний момент оборудование новой котельной не предусматривает переключение ВАЗ. И забрать эту нагрузку на сегодняшний момент эта котельная не может. Поэтому вариант только такой, что наладить нормальное, качественное обслуживание того, что есть. В поселке переполнены как школа, так и детский сад. Многие возят своих детей в соседние поселения. Это неудобно. Мы взяли на себя обязательство проработать вопрос перспективного строительства нового детского сада и улучшения качественной ситуации для наших детей, которые обучаются в школе. Глава отметил, что построить пристройку к школе не позволяет ее территория. Однако есть два свободных земельных участка на въезде в поселок, где возможно строительство как нового детского сада, так и новой школы на 550 мест. С последней есть нюанс. Там находится лесной массив. Это почти три гектара. И если будут строить школу, то его полностью вырубят. Вопрос в том, согласятся ли на такое все жители в поселке. Поэтому на сегодняшний момент вот два варианта, которые я сказал. Это лесной массив на въезде и детский сад на въезде в Новый Микроэн, где котельная. Вот если вас всех это устроит, если это не вызывает у вас отторжения, мы можем с точки зрения развития градостроительной политики посмотреть и проработать вопрос посадки туда в школу и в дальнейшем развивать эту мысль. Жителям нужна новая школа. Вопрос ее строительства администрация проработает. Хотят жители, чтобы в поселке открыли отделение Сбербанка. Максим Красноцветов пояснил, что компания не заинтересована в этом. Сбербанк готов только установить Зеленоградском банкомат. Сейчас под него ищут помещение. Говорили на встрече о необходимости реконструкции моста через реку Скалбу. По словам жителей, он аварийный. Сейчас идут конкурентные процедуры по вопросу выполнения пиров, то есть проектно-известательской работы. И как только будет готов проект, будем реконструировать этот мост. Я думаю, что это будет не раньше, конечно, где-то ноября. Не раньше ноября, но будем делать. На встрече проговорили и другие вопросы. Всех их глава услышал, поручение ответственным руководителям дал. В целом, жизнью в Зеленоградском жители довольны. Говорят, что поселок очень красивый, уютный и в нем приятно жить. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Юрий Добрунов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Повысить безопасность газового оборудования в жилых домах. Этому в области уделяют повышенное внимание. В нашем округе действует специальная социальная программа. Еще один газоанализатор установили в квартире многодетной семьи. Такой прибор помогает определить и устранить утечку газа, а значит, спасет от отравления и взрыва. Апрель 2022 года. Шесть человек погибли и 20 пострадали от взрыва газа в Ступино. Секцию с четырех квартир на четвертом и пятом этажах выбило полностью. Причина ЧП – утечка газа из-за неисправности газового оборудования. За последние 12 месяцев это был уже третий взрыв газа в подмосковных многоквартирных домах с погибшими и пострадавшими. В марте прошлого года газ взорвался в Химкинской девятиэтажке. В сентябре рвануло в Ногинске. Всех этих трагедий могло бы и не быть, если бы в квартирах стоял газоанализатор – прибор, позволяющий определить утечку газа. Если вдруг забыли закрыть кран, если есть утечка на соединяющих устройствах, это гибкий шланг, муфта, соответственно, срабатывает клапан, перекрывается подача газа и издается звуковой и световой сигнал. 28 июня в квартире многодетной семьи на западной стороне Пушкина установили такой прибор в рамках социальной программы компании «Визсервисгаз», согласно которой многодетным семьям, семьям с инвалидами, ветеранам Великой Отечественной войны могут установить такой прибор бесплатно. Его установка для собственников и нанимателей пока рекомендация Министерства энергетики и правительства области. Но пока жильцы неохотно делают заявки. Но, тем не менее, за безопасность очень многие устанавливают для пожилых людей, потому что пожилые люди все-таки они плохо улавливают запах газа. Потом, опять же, когда долго находишься в помещении, где есть газ, утечка газа, то люди не чувствуют уже. Соответственно, многие устанавливают именно где проживает пожилой человек, один, одинокий там. Установка занимает около часа. На трубу ставят анализатор, подключают датчик и калибруют. И все, прибор готов к работе. Сработал датчик, инвесиленный пульс, ток пошел на электромагнитный клапан, клапан перекрылся автоматически. Газоанализаторы, отключающие подачу газа в случае утечки, стоят не дороже счетчика воды, но позволяют уберечь от беды. Стоимость работы и заявки около 5000 рублей. Это не цена для десятка спасенных жизней. Анастасия Спилина, Юрий Добрунов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. На выставке «Звезды Подмосковья-2022» в центре внимания – коровы. Именно они – звезды нашего региона. Жюри оценивало их внешний вид, породность и показатели удоя. Выбирали лучшую из лучших. Около 50 рогатых участниц. И среди них есть несколько коров из округа Пушкинский. Выставка племенных животных «Звезды Подмосковья» – это грандиозное событие в области племенного животноводства. Ее проводят уже 25 лет. Этот год юбилейный. В конно-спортивном комплексе «Виват-Россия» в Ленинском городском округе были представлены лучшие животные с ведущих хозяйств Московской области. Среди них едва из Пушкинского. Это племзаводы «Зеленоградская» и «Лесные поляны». Во-первых, замечательно, что именно два наших предприятия участвуют в выставке, на которую собираются все ведущие сельхозпроизводители, и именно кто занимается животноводством со всей Московской области. Мы гордимся не только нашими животными, но мы гордимся нашими директорами, которые поддерживают высокую марку и высокое звание ведущих животноводов не только Московской области и России. Обязательно нужно сказать про Валецкого Юрия Егоровича, директора Зеленоградского, и про Никитина Евгения Николаевича, директора «Лесных полян». Сейчас знают очень люди профессионалы, которые болеют и переживают за свое дело. На выставке были представлены в основном две породы коров – это Галштинская и Арширская. Последние породы на выставку привезли только двух коров, остальные все Галштинские. Именно такую представила Зеленоградская. Коровы племзавода становились дважды абсолютными чемпионами на этой выставке. С каждым годом все сложнее выбрать абсолютную, поскольку очень много хороших становится коров. Они с каждым годом все улучшаются, улучшаются по своим как показателям по надою, так и по внешнему виду, по выменю, по всем показателям, по которым оценивается племенное животное. Но сегодня не наше, но мы очень рады, что мы участвуем. В этом году чемпионом корова племзавода Зеленоградская не стала, но предприятие получило несколько наград за лучшую подготовку и демонстрацию животных и за высокие достижения в области племенного животноводства. Последней наградой был удостоен племзавод «Лесные поляны». На выставку они привезли две коровы. По уровню прошлого года мы надоели 9248 килограммов молока. На сегодняшний день мы за пять месяцев надоели 554 тонны больше, чем в прошлом году. Идем с плюсом к уровню прошлого года. На выставке участвуем активно. На сегодняшний день мы заняли одни из выдающихся мест. Также впереди будем участвовать. На выставке несколько номинаций оценивали не только самих животных, но и сотрудников хозяйств участников. Например, отметили награды лучших ветврача, зоотехника, селекционера и бригадира. Кроме того, на выставке предприятия оформили и свои стенды. Здесь представлены их продукция, молочное оборудование, кормовые добавки, ветеринарные препараты и многое другое. Чемпионкой в этом году стала корова по кличке Монетка. Она приехала из городского округа Серебряные пруды. Всего на выставке жюри оценило порядка 50 рогатых участниц. Смотрели на внешность, породность и показатели удоя. Среди задач выставки – демонстрация результатов селекционных достижений племенных предприятий Московской области и развитие племенной базы животноводства региона. Для самих участников это в первую очередь большой праздник. К нему готовятся серьезно и месяцами. Это не только возможность показать своих лучших коров, но и пообщаться с коллегами, обменяться опытом. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Главный документ граждан России получили 29 июня 10 ребят. Из Пушкина. Поздравить их приехала заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Юлия Терешина. Особый трепетный момент в руках у ребят. Первый паспорт – самый важный документ. 29 июня 10 школьников из Пушкина получили в торжественной обстановке главный документ гражданина Российской Федерации. От имени главы городского округа Пушкинский, Красноцветова Максима Малерьевича, я поздравляю вас с этим торжественным и волнующим событием. Ребята, сегодня вы получаете ваш первый документ взрослой жизни. Несмотря на то, что вам всего лишь 14 лет, вы приобретаете новые права, новые обязанности. Берегите этот документ. Любите и берегите своих родителей, свою родину. Ставьте перед собой амбициозные цели, задачи, добивайтесь их. Всегда будьте уверены в себе. Вручение паспортов в торжественной атмосфере для того, чтобы сделать момент более запоминающимся. Этой традиции уже много лет. Ребята и их родители очень ценят ее. Я хотела такой торжественной атмосферы, потому что какое-то чувство более взрослости, официальности. Как новый этап в жизни, как взросление. Быть гражданином России – это быть человеком, который знает и помнит историю своей родины, понимает ее устройство и соблюдает ее законы. С уважением относится к государственным символам, флагу, гербу, гимну. Радость, как сказать, то, что ответственность еще появилась больше за свои поступки. Каждому вручили вместе с главным документом обложку для него. В Конституции поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Такие торжественные церемонии проводят раз в месяц в отделениях ЗАГСа Ивантеевки и Пушкина. Анастасия Спирина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. В Подмосковье горячая пора для выпускников школ. Экзамены, поступления в высшие образовательные учреждения. Но волнение вчерашних учеников связано и с другим событием. Они навсегда покидают стены, в которых получали знания, дружили, взрослели. На этой неделе в округе в школах вручают аттестаты и проводят выпускные. Наша съемочная группа побывала на празднике в Третьей гимназии в Ивантеевке. Они замыкают круг и начинают новый. 11 лет пролетели как один день. Было все. Но сейчас их, выпускников, захлестывают волнение и щемящее чувство, когда оставляешь позади что-то дорогое и важное. Сегодня в Третьей гимназии в Ивантеевке вручают аттестаты. Напутствуют вчерашних подопечных директор Павел Розанов и классный руководитель 11-го А Георгий Нариманишвили. Вы сегодня все-таки красивы, счастливы, улыбаетесь. И самое главное, что я бы вам тогда хотел пожелать, чтобы в будущем, в жизни, вы все так же оставались красивы, счастливы и все всегда встречали с улыбкой. Ведь школа вам подарила много эмоций и много положительных эмоций. Школа вам подарила первую любовь, школа вам подарила друзей. Школа вам подарила и дала знания, которыми вы будете пользоваться всю жизнь. Улыбки не сходят с их лиц. Аттестаты получены. Время поблагодарить своих любимых учителей. Кто рассказывал, учил, помогал. Долгое время был рядом. И кто переживал за них во время ЕГЭ. Сегодня гимназия выпускает четверых медалистов. Мы шли вместе с учителями на медаль. И как бы они мне помогали, я им помогала. И поэтому мои старания окупились. И да, медаль была ожидаема. Я не знаю, кем я хочу быть в будущем. Но я знаю, на какую я специальность пойду. Скорее всего, это будет что-то связанное с языками. То, что этот этап закончился, это здорово. Новые возможности, новые какие-то скиллы, которые я могу развивать уже в дальнейшем. В целом, это очень здорово и интересно. У меня нет абсолютно никаких трудностей с поступлением. Поэтому ожидаемо. Аттестаты зрелости в третьей гимназии получили 32 выпускника. Впереди поступление, новая студенческая жизнь. Но это только завтра. А сегодня улыбки, гордость и радость. И еще несколько часов вместе со своей школьной семьей. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа. Девятиклассники гимназии номер 6 Красноармейска получили свои аттестаты. Для них организовали торжество и в оригинальной форме вручили документы об основном общем образовании. Самые яркие моменты праздника в нашем сюжете. «Прощай, девятый класс» – так называлось торжественное мероприятие в честь вручения аттестатов для учащихся девятых классов. Всего в этом году в гимназии номер 6 Красноармейска 54 выпускника среднего школьного звена. Из них 8 человек получили аттестаты с отличием. Я хочу, чтобы вы помнили всегда о том, что это ваша школа. Вас здесь всегда ждут. Приходите, когда вам грустно, когда вам нужен совет. Приходите поделиться своими успехами. Мы всегда рады будем вам здесь. Для вас двери нашей школы открыты всегда. В этом году выпускникам вручали аттестаты по сезонам. Вот ребята, которые родились осенью. Им рассказали об особенностях их времени года. Осенние люди вдумчивые и ответственные. Несколько рассеянные и часто склонны к пессимистичным мыслям. Еще из них нередко вырастают прекрасные предприниматели и бизнесмены, четко осознающие значимость своего дела и способные на рискованные поступки достижения благополучия. И так по каждому сезону. Несмотря на то, что это только девятый класс, выпускники готовились к этому событию очень серьезно. Пышные платья, высокие каблуки у девочек, стильные костюмы у мальчиков. Для всех из них это долгожданный день. К этому дню мы очень готовились. Выбирали наряды, наверное, около месяца готовились. Пытались подбирать прически. Также мы очень нервничаем, потому что это бывает один раз в жизни. Я надеюсь, что пройдет все замечательно и прекрасно. Именно так все и было. Не обошлось и без грустных моментов. Почти половина из этих ребят покинет стены гимназии. Кто-то уйдет в колледжи, техникумы. Кто-то в другие школы с углубленным изучением определенных предметов. Я перехожу в другую школу, в 8-ю, в городе Пушкино, потому что там профильные классы. И это возможность для меня саморазвиваться. Ну а далее я иду на высшее образование. Для тех, кто уйдет, это последние мгновения вместе с их одноклассниками. Выпускники подготовили творческие номера, пели песни, благодарили учителей. Это одна из жизненных ступеней. Впереди много нового и интересного. А пока они с уверенностью говорят – прощай, 9-й класс. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Праздничные мероприятия с вручением аттестатов организовали и в Кадетской школе в Красноармейске. Подготовили концертные номера, танцевали вальс и выпускали голубей. Как все прошло, смотрите в сюжете. В этом ярком месте выпускной сейчас собрал нас вместе. Это значит будет, будет праздник радостный для всех. В Красноармейской кадетской школе прошел выпускной для 9-х и 11-х классов. За спиной годы обучения, бесчисленное множество домашних заданий, сотни контрольных и главные экзамены. Эти кадеты совсем успешно справились и теперь получают свои аттестаты. Сегодня заканчивается 29-й учебный год в центре. А для наших выпускников заканчивается один из самых длительных и важных этапов в вашей жизни. Это окончание освоения государственного федерального стандарта основного и полного среднего образования. Всего в этом году в НОП-центре 10 девятиклассников. Эти ребята закончили без стройк и планируют дальше продолжить свое обучение в кадетской школе. Семен Слезкин является единственным выпускником с красным аттестатом. При этом мальчик не планировал сдавать все на отлично. В конце один из моих учителей сказал, мне не важно, что у тебя по другим предметам, но по моему должно быть пять. Меня это завело и я решил все-таки пойти на красный аттестат и за пару недель исправил все оценки. Из 11 класса только два выпускника. Для кадетской школы такое небольшое количество не в новинку. У них строгий отбор для поступления в 10 класс. С теми, кто остался учиться, работают очень серьезно. Так как класс в этом году состоял только из двух учеников, то с них был большой спрос. Каждый предмет прорабатывался индивидуально. Мы не берем троечников совершенно, особенно в кадетский, 10 класс. Потому что если эта тройка уже в аттестате, это значит на самом деле при стрессовой ситуации это двойка. Мы никогда не гнались за численностью. Мы ставим целью отработать каждого, помочь каждому. А для этого класс больше 12 человек нереально. Для Мансура Рощупкина и Андрея Литовченко устроили церемонию прощания со школьным знаменем. Впереди их ждет поступление в высшие учебные заведения. А пока они наслаждаются последними мгновениями в кадетской школе. У меня был всего один одноклассник. Стоит ли говорить, что за этот год мы с ним очень сильно сдружились, сблизились. Этот год, 11 класс, последний год в этой школе, научил меня тому понятию, что значит дружба и что значит настоящий товарищ, который не бросит тебя в беде. Конечно, я был в шоке, когда узнал, что нас будет в 11 классе только двое. И, соответственно, из-за этого нам было достаточно трудно учиться. Почему? Ну, 11 класс, как никак, это подготовка к экзаменам, постоянный стресс, который ты испытываешь. Несмотря на это, кадетам удалось успешно сдать экзамены. Один из выпускников даже решил продолжить обучение в данном направлении. Андрей Литовченко планирует поступить в военную академию. В течение июня для воспитанников кадетской школы была организована практика. За ее успешное прохождение ребятам вручили сертификаты. В честь праздника подготовили концертную программу. Впервые выступил квартет. Какой же выпускной без вальса? В этот волнительный день с выпускниками разделяли их радость учителя, родители и близкие люди. Поздравить ребят приехал и ветеран комендатуры Московского Кремля Владлен Гурковский. Здесь начинается именно дружба. Сколько бы я ни служил, понимаете, у меня друзья мои, именно с 1944 года, с которыми я пришел, до сих пор, кто жив, с теми я и продолжаю дружить. Именно эта дружба, кадетская дружба, она наиболее сильная, наиболее весомая. Она дает по жизни очень многое. Аттестаты получены, слова благодарности сказаны. Завершилось мероприятие традиции кадетской школы выпусканием голубей. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Выпускники-девятиклассники Пушкинской школы номер 9 получили сегодня вместе с аттестатом золотой знак отличия «Готов к труду и обороне». В Пушкино стартовала выдача золотых знаков отличия «Готов к труду и обороне» за первый квартал этого года. Их получит 301 человек. Сдача ГТО в округе проходила активно. Как правило, в Пушкинском каждый квартал сдают комплекс норм ГТО более полутора тысяч человек. В марте был большой наплыв. Бегали по снегу вокруг стадиона. И в зале очень было массово. Сдают очень много школ, как обычно. Это с 6 и до 18 лет. Золотые знаки отличия «ГТО» выпускники получают вместе с аттестатом. Это уже традиция. Сегодня в Пушкинской школе номер 9 проходил выпускной у девятых классов. 15 человек получили в торжественной обстановке золотые знаки отличия «Готов к труду и обороне». Хочу поздравить вас с окончанием девяти классов. Все самое интересное у вас впереди. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей учебе. Не останавливайтесь. Берегите свое здоровье и занимайтесь спортом. В пушкинских школах выпускникам выдавали золотые знаки отличия «Готов к труду и обороне» за четвертый квартал прошлого года. Сдача ГТО дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Это очень актуально для выпускников. Чтобы получить значок «Он бывает бронзовый, серебряный и золотой» нужно сдать определенное количество нормативов. Все подробности о сдаче ГТО можно узнать в Центре тестирования ГТО ФСК Пушкина. Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Может ли сочетаться современное и традиционное искусство? Конечно, да! С уверенностью отвечают создатели проекта «Арт-усадьба». В Муранове прошла выставка «Диалог двух времен». На территории усадьбы имени Тютчева представили необычные арт-объекты. Мария Ильхабабенко прикоснулась к современному искусству. С 25 июня на территории Подмосковья стартовал проект в формате «Опен-эйр арт-усадьба». В его рамках в Московской области организуют в музеях-усадьбах различные выставки современного искусства. Одной из точек проведения стал музей-заповедник усадьбы Муранова имени Федора Ивановича Тютчева. Этот проект появился благодаря Министерству культуры и туризма Московской области, Центру культурных инициатив и команде сообщества художников и коллекционеров «Арт-инвест-клаб». У создателей родилась идея попробовать соединить современное и традиционное искусство. Результат – серия выставок. Наша главная задача – это визуальные эмоции, дать подарить человеку визуальную эмоцию, привезти сюда людей, которые хотят, которые знакомы с современным искусством, познакомить их с традиционным искусством, познакомить их с усадьбой, познакомить их с экспонатами. И точно так же тех, кто традиционно ходит в усадьбу, познакомить, дать им возможность прикоснуться к современному искусству. Для посетителей усадьбы это был новый опыт. Обилие картин и скульптур придало месту особый вид. Расположившись в креслах-мешках, ценители искусства рассматривали необычные произведения современных авторов. И все это на фоне дворянской усадьбы и мурановских холмов. Уже сейчас мы видим, что интерес молодежи есть. Я вижу новую публику здесь. Нет отбоя от экскурсантов, которые тянутся к нашему традиционному искусству. А все выходят и по-новому воспринимают уже эти современные арт-объекты. Название «Диалог двух времен» говорит само за себя. Это уже не первый опыт сообщества художников и коллекционеров в создании подобных выставок. Их главная задача – продвижение молодых авторов. Но в таком масштабе они работают впервые. Мы объединяем, скажем так, два огромных направления. То есть это исторический блок, связанный с усадьбой и тем пространством, где мы находимся. И плеядой современных художников и скульпторов, творцов, которых мы выставляем и интегрируем в это пространство. Именно работы Дмитрия Белякова-Романова представлены на стендах. Честный экспрессионист – так сам себя называет художник. В его коллекции непривычные портреты, а скорее душевные состояния. Картины Дмитрия Белякова-Романова были выставлены на аукцион. Все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд помощи детям «Кораблик». А это работа Василисы Лепатовой. Облако было создано в прошлом году и пополнило коллекцию Государственной Третьяковской галереи. Именно с него начался старт большого проекта, международный сейчас на данный момент уже этот проект, но он называется «Космический атлас». В этом проекте я создаю совершенно разные образы космоса, облака, туманности, галактики, ну и какие-то более непознанные эфемерные вещи, наверное, если так можно сказать. Сама работа выполнена из стали. Она является примером ленд-арта – направление в искусстве, в котором создаваемое художником произведение, связано с природным ландшафтом. А также паблик-арта, то есть искусство в городской среде. Облако можно разместить в любом парке и в разном виде. Скульптура имеет шесть позиций. Еще один пример современного искусства – работы Льва Ефимова. Я думаю, что я просто как зеркало, я отображаю. Отображаю то, что вижу через себя. Я не думаю, что глобально мои работы сильно влияют на людей, но миссия такая. Я думаю, что это в какой-то степени украшает нашу жизнь, и это для меня достаточная цель для творчества. В основном работы Льва Ефимова выполнены из металла, литьевых составов и стекла. Последнее больше всего вдохновляет автора, так как данный материал помимо внешней формы имеет возможность преображать свет и создавать разные образы. В то же время стекло является и самым трудным в работе. В своем творчестве скульптор отдает предпочтение абстрактным формам. Мне кажется, что очень интересно, что скульптура в абстракции организует вокруг себя интересное пространство, и каждый зритель может что-то увидеть для себя интересное. Например, именно цвет или фактуру, или какие-то интересные формы. И очень важно, что эти скульптуры здесь представлены в синергии. Также на территории усадьбы были организованы мастер-классы. Таким образом, что-то интересное для себя смогли найти люди разных возрастов и увлечений. Это была первая выставка в рамках проекта. Всего их планируется пять в разных городах Подмосковья. При этом организаторы постараются представить и других авторов, чтобы посетители смогли увидеть больше молодых представителей современного искусства. Мария Ильихабабенко, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в социальных сетях во Вконтакте, Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. На этом у меня все новости на сегодня. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин